В преддверии 70-летия со дня Великой Победы мы продолжаем цикл сюжетов о подвигах советских солдат и тружеников тыла. Ветеран Таисия Меркухина в годы войны была юной девушкой. Историю ветерана выслушала Екатерина Ковальчук. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Сообщение о нападении фашистской Германии на Советский Союз 17-летняя Таисия Меркухина услышала по соседскому радиоприемнику. После объявления о начале войны студентка первого курса педагогического училища пошла работать на авиационный завод Саратова. Приняли меня колдовщицы в кузницу, а кузница это страшно тяжелые штамповки. Возить не на чем. Про дом мы забыли. Холодно, голодно, есть нечего. И вот в этой кузнице где-то отогреешься печки. Спустя несколько месяцев Таисия Меркухина закончила курсы плановиков на авиационном заводе. Вот плечо к плечу работали. Самолеты наши, вы знаете, они были деревянные. Потом их обшивали меткалем и проклеивали эмолитом. Конечно, очень, ну никогда не догадались, что они крылья тряпочные. А дети там трубочки, это еще жилеты. Работали почти без сна и отдыха, вспоминает ветеран. Ведь целью тружеников завода был выпуск максимального количества самолетов. Это же все было секретно, что за сутки где-то 12-13 самолетов выпускали. На протяжении всей войны Саратов был прифронтовым городом. Но, несмотря на это, немцы в некоторых местах прорывали воздушную границу. Самолет, вот как салтынки, летит черный, жуткий какой-то вой. Вот бомбил, вот точно в цеха. Кто-то две, что ли, бомбы мимо. И так почти всю ночь на рассвете прожектора, значит, засветили, что отбой. Мы скорее побежали в завод. После этой бомбежки в цехах завода рабочие обнаружили тела двух пожарных. По словам Таисии Михайловны, спокойствие в городе ежедневно нарушалось эхом артиллерийских канонад из соседних фронтовых городов. Наши даже в конторе мужчины, все молодые, которые тоже с других заводов были, наши саратские, они так разговаривают. Утром очень рано, на рассвете, слышно канонаду Волгограда, когда вот там такое было. Но нельзя было даже другого подумать, что-то надо вот работать и ждать конца войны. Конец войны Таисия Меркухина встретила в цеху авиационного завода. За военный труд ветеран была удостоена нескольких медалей. Но самой ценной в ее жизни осталась награда за труд в тылу. Сейчас женщине 90 лет. Единственное, о чем сожалеет и искренне переживает тыловик, о закрытии Саратовского авиационного завода. Ведь в его стенах она проработала почти полвека. Я никак не могла представить этого. Не могла представить, как этот завод, который гремел на весу в Советский Союз. Нет, я вот, ну да последний верю. Я не могла проехать вот эти каштаны, вот чего-то там делал, что-то ломают. Не могу. Как можно было. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!